Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей по игре ManorMatters. С возвращением, супер, все бонусы по часику и монетки в 5000. Энергия бесконечная. В общем, плюх насыпали за то, что долго не заходил. Выше в небо проходи уровень с первой попытки, чтобы запустить воздушный шар и получить мощные бонусы. А вот это мне нравится. Что тут пишут? Нет, да не то, что мне пишут. Встречайте праздничное обновление. Поздравляет всех с зимними праздниками и желает счастливого нового года. Спасибо, что вы состоите с нами. О мечтах возможно все, как и в новом приключении Зимний сон. Обустройте комнаты своей мечты и не забудьте добавить дух Рождества, а восстановление вам поможет новая игровая механика. Прикольно. Для меня тут только 200 монеток. Наверное, событие уже прошло, скорее всего, да? Так, ладно. В принципе, никогда я в этой игре с событиями не гнался. А вот то, что бонусы дают, когда долго в игру не заходишь, это очень даже неплохо. Периодически я записываю с бонусами и проходить легче. Так, а что у нас там по сюжету? По сюжету нам нужно собрать наконец-то доспех. Для этого нужны 18 звезд, а это два уровня. Что ж, начнем. Так, мяч, саквояж, собака, велосипед. Это мяч? Нет, это не мяч. Вот два мяча. Помощь, хорошо. Два саквояжа. Скейт, теннисная ракетка, собаки, велосипеды. Так, так, скейт один вижу. Второй не вижу. Собака одна, рыбка. Две рыбки вижу. Вот одна собака, вот вторая. Супер. Теннисная ракетка одна и вторая. Яблоки, скейт, дорожный конус. Яблоки, скейт, дорожный конус. Вот конус один. Вот конус второй на пакете. И велосипед, кстати. Вот один на пакете тоже. А второй я не вижу. Блин. Ворона одна и вторая. Есть такое. Так, скейт, яблоки и велосипеды. Яблоки одни вижу. Так, вспомнил бы, как мне тут приближать. Секундочку. Что-то я так и не разобрался, как приближать. Ладно, потом. Так, яблоки. Все по одному вижу. Скейт, велосипед и яблоки. Мне нужно... Вот велосипед один. Вот второй. Вот как их спрятали. Так, ладно. Еще яблоки и скейт. Сейчас найду яблоки и скейт. А вот один скейт, вот второй. Есть. Я же говорил, найду. И теперь яблоки остались. Одни там понятно, что есть, а вторые... Эх, те же яблоки. А, вот. Как всегда в углу. Они, кстати, в том месте уже не первый раз, ну, лежат. Поэтому, я так думаю, посмотрю наверх в конце. Супер. Вот с приближением я как-то не разобрался. Надо вспомнить. Вот так новости. А на праздник в Роквилле покажут спектакль, сказку, зимний сон. А роль Санты исполнит наш друг, сэр Генри. А такое событие нельзя пропускать. А чуть позже закажу вам билеты. А сейчас глаза слепаются. О, а я думал, пропустил. А Санту спаси, Тьму убери. А, где я? Что случилось? Так, нужно собраться с мыслями. Последнее, что помню, я читал газету в кабинете Касселуда. А потом... А, всё понятно, я уснул. Кстати, такой яркий и реалистичный сон вижу впервые. Надо же, как здесь интересно. Но почему-то атмосфера мрачная. А как бы нам всё объяс... Кто бы нам всё объяснил? Я уверен, что слышал голос. Давайте смотримся и поищем того, кто к нам обращался. Для начала осмотрим комнату. Пока бесплатно, да? Щелкунчик. А, типа, убрали... Эту... Чёрную пыль, в общем. Карл, берегитесь, фраг здесь. А, прикольно. Никаких вам зимним праздников. Только уныние, только печаль. Служи мне, мастер игрушек Билл. Или останешься бруском дерева. Уже лучше деревянным буду, чем жуткие игрушки для тебя мастерить. Убирайся, Блэк Сноу. Больше я не один. Просто, детки, Карл спасут Санту. Карл, не верящий в чудеса, расколдуйте вы мастерскую с таким помощником. Ха! А скорейшего вам уныния. Я ушёл, но ещё вернусь. Карл, помогите. Чтоб снять с меня проклятие, Блэк Сноу... Представьте, как свет растворяет тёмные чары. И скажите заклинание Санты. Хо-хо. Как всё странно, впрочем, это же сон. Но даже так я не оставлю друга в беде. Просто, детки, как раз здесь магия возможна, давайте расколдуем Билла. Для выполнения действия в комнате нужны жетоны. Получайте больше жетонов, собирая игрушки в новой мини-игре Дары Санты. Или проходя уровни. Прикольно. Какая мини-игра. Проходи уровни Дары Санты, чтобы получить жетоны. Давайте попробуем. А. Два в одном, да? Получается. Ох ты. Вращайте трубу с платформами влево-право, чтобы шарик опустился в коробку. Когда шарик пролетает в платформу, вам и начисляются жетоны. А за серию пролётов вы получаете больше жетонов. А кроме того, если шарик проходит больше трёх платформ за раз, при приземлении он разобьёт платформу любого цвета. Так, надо. О. Попробовать. Так, а в чём прикол? А, это вот уровень первый пройден, да? Ха! Вы ловко справились получать за это жетоны события. Помните, чем больше платформы пролетите без касаний, а тем больше жетонов получите. Так, 20 монет, 64 жетона. Прикольно. Ха-ха! Вот неожиданно. Вопрос в том, сколько времени это событие длится. Так, сейчас я выйду, узнаю. А, к сожалению, три дня остаётся до конца этого события. Ну вот, конечно, прикольно получается. Ладно, давайте расколдуем Билла. Есть на это жетоны пока. Ой. А, это наш Билл Тюблин. Ха-ха. Который с Кастлгу, да? Я сразу не понял. Благодарю, друзья. Без вас я бы остался игрушкой. А быть настоящим гораздо лучше, чем деревянным. Мне есть с чем сравнивать. А, но я спасён, а Санта всё ещё в плену у своего заклятого врага. Духа зла и уныния Блэксноу. Злодей проклял чудомер, волшебный шар, показывающий соотношение добра и зла в мире. И мастерскую околдовал. Смотрите, она была красивой. А, вот. Помогите Карлу и Биллу снять чары и спасти Санты. Да уж, сейчас это место красивым не назовёшь. Но это ведь сон. Даже ваши смешные ушки тому доказательство. А во сне можно всё исправить. Про уши и сон не понял. А проклятие можно снять. Но сперва расколдуем чудомер, чтобы видеть соотношение сил. А, друзья, пора сказать хо-хо. Хе-хе-хе. Так, ну давайте тогда попроходим такие уровни. Получается, нам на красное нельзя. Будь осторожнее, да? На платформах встречаются красные сектора. Если шарик войдёт на них, вы проиграете. А, получается, если мы пролетим несколько платформ, вот. А подряд тут даже красный шарик этот, чей цвет нам не будет страшен. Но, опять же, я пока не пролетел. А интересно, как здесь вот, возможно, сколько угодно пройти уровни, ну вот, пока жизни есть или ограничения какое-то есть. Потому что пока вроде как всё просто с этими жетонами. Он тоже чёрный какой-то. А вот и количество заданий, которые осталось, можно посмотреть. Ой, беда, как я и боялся. В чудомере полно тьмы, а света на донышке. А всё потому, что злой Блэк снова пленил Санту и сеет в мире уныние. А но мы можем Санту спасти, если снимем проклятие с мастерской и тем самым заполним чудомер светом от наших добрых дел. Восхитительно. Однажды нам с мистером Берком довелось мир спасать, а вот Санте ей ещё не помогал. Пусть даже во сне, но это так увлекательно. А значит, снег и сосульки есть проклятие. Я готов с ним бороться. Но не надеетесь, не найдётся ли у вас варежек. Хотя бы руки защищу от жуткого холода. Это не обычный холод. Так магия Блэк Сноу действует. Ослабить её может ли жар очага Санты? А предлагаю расколдовать камин и разжечь огонь. Хм? А что это? Можно вот посмотреть, да? Видите, наша беленькая только там внизу. Красиво сделано вообще. Так. Ещё 16 заданий, чтобы остался нас сюда. Этот кабинет у нас. И 31, чтобы вот вообще пройти. Капец, как много. Ну ладно. Вот собирался поискать предметы, а в итоге получится прыгать. Обратите внимание, некоторые поверхности двигаются перед поворотом платформы. Убедитесь, что шарик упадёт на безопасный участок. Ой. Только что чуть на красный не подсунули. Так. Ну вот несколько раз пролетать никак не получается. Вначале нам такую возможность показали. Интересно, сколько попыток есть. То есть если раз, вот. Коснусь красного, то всё, проиграл, да? И переигрывать всё сначала, скорее всего. Не, ну жетонов в принципе много дают и уровни пока быстро проходятся. Посмотрим, что будет дальше. Раз уж началось это событие, я попробую сегодня в нём поковыряться. А просто интересно, сколько здесь максимального уровня. Они же не могли придумать там 250 уровней? Ой. Будьте внимательны, когда шарик попадает на красный сектор, шар заканчивается. На этот раз вы можете играть дальше бесплатно. Получается только хуже, когда шарик пролетает. В итоге я просто не смог сориентироваться. Подождите, а зелёная? Обратите внимание на зелёную платформу. Она приносит двойное количество жетонов. Попробуйте опустить шарик на такой сектор. Да, ну вот опять не получилось. О! 10 жетонов дали. Ну в общем, ладно. Нормально, так насыпали. То ли ещё будет. Хе-хе-хе. Класс. Приятно открывать задницу. Данного для себя вот эти любимые игры. А когда вот в давно знакомой игре что-то новенькое появляется. Давайте снимем чары с камина. Вот. Смотрите, что этот варвар творит. Даже шторы не пощадил. Блэк Сноу бешенстве от того, что мы снимаем злые чары с мастерской. Вот и мстит. А этот ваш Блэк Сноу крайне бескультурное существо. Пленил Санту, заколдовал вас, угрожал всем нам. Но зачем ему всё это? Он задумал поглотить из праздников всю радость. А сделать их сезоном страха и уныния, чтобы обрести огромную силу. Но уж нет, мы его победим. А сон всё удивительнее и удивительнее. Но я готов стать частью этого интереснейшего приключения. Билл, говорите, что нужно делать. А Карл, вы правда уверены, что чудеса лишь в вас не бывают? А давайте раскладываем пол и стены. Так вы сами увидите, что магия настоящая. Кстати, можно посмотреть на шарик, да? Уже чуть-чуть больше стало, да, светленького снизу. Ха, класс. Чем-то мне это напоминает, как Остин там на чаепитии был. Где... Не помню. В садовнике у нас, да? По-моему. Так. Опа. Тоже был, типа, сон. Ай. Оп. Отлично. Ой, чуть не врезался. И вот так всё пройдено. Ну, вроде бы так и недолго, получается, по времени. Если бы ещё была возможность последние дни двойные вот эти жетоны получать, я бы вообще с удовольствием прошёл бы его. А интересно, здесь будут какие-то сложные, там очень сложные уровни. И будет обидно, если потом вот после этого события вот такая мини-игра пропадёт. Вот. Из Manor Matters. Ой. Видели как? Ого. Ай. Чуть. Ого. Вы это видели? Обалдеть. 226 за раз. И так быстро прошлось. То есть тут нужно просто приловчиться и можно быстро проходить всё это дело. Ха. Класс. Так. Мне хватает уже на стены, да? Выберите варианты. Такой как-то слишком... Не, ну он, конечно, праздничный. Если бы там ещё остальное всё было по-другому. Давайте попробуем его выбрать. Он больше похож на заколдованные стены, чем на отремонтированные, да? Такие. Но зато цвет такой зимней сказки. И наш шарф ещё стал ярче. Чудо-снежинки. Карл, благодаря вашим стараниям чудомер наполняется светом добра, а значит мы на верном пути. А добрые дела и искренняя вера в чудеса помогут снять проклятие и раскладывать мастерскую. А тогда Санта вернётся и спасёт зимние праздники. Конечно, Билл. Мы приложим все усилия, чтобы спасти мастерскую и узнать, как закончится этот сон. Может, хотя бы тут Санта будет настоящим? Ох, Карл, как же вы не поймёте. На кону судьба праздника во всём мире, а в мастерской даже окно не расколдовано. Давайте им займёмся. Единственное... Ого, цены! Уже сейчас такие цены. Представляете, что будет дальше, да? Обидно, что вот я бустеры... Получил бесконечный на час, а теперь их... Скажем так, профукаю. А-а-а! Думал, всё. Но опять же, но это событие... Очень такое яркое и красивое оно стоит того, чтобы... Пожертвовать бустерами. Да, тут я на зелёное не попадал, видите, серии не делал. В итоге всего лишь 107. Кто вот знает, сколько всего здесь уровней и какие там вообще расценки дальше, напишите. Я сомневаюсь, что они будут такие нормальные. Если б всё так было просто, Такое событие б не делали. Все б могли его пройти там за... Полдня и всё. Люблю такое проходить, вот, но... Думаю, это нереально, конечно. Хотя хотелось бы. Повторюсь. Ой. Так, хочу на зелёненькое. А, всего 6. А-а-а! Так, получается, время действует. Ух ты! Плюс, ну, x2. То есть, это не разово. Всё, я теперь понял. То есть, когда я попадаю на зелёное поле, то потом какое-то определённое время действуют двойные эти медалики, ну, жетоны. То есть, всё, понял, как оно действует. А я думал, на одно касание, типа, вот. Получается, что хорошо сразу после этого x2 делать какую-то серьёзную серию. Ой. Что-то пока не получается. Так, зелёненькое и... Ай, не, не попал. Так, и... Вот. Да, видите, x2 был... А-а-а! Я же пролетел несколько этажей. Не. Получается, я жизнь теряю, да? Я понял. И количество же не сохраняется. Ну, вот, как начинаешь гнаться за большими очками, вот. Соответственно, сразу и проигрываешь. Интересно, уровень тот же будет вообще как? Ой! Да что ж такое, слушайте. Не, я что-то не то сделал сразу. Только задумался и сразу начались проблемы. Не то что проблемы, ну, блин. Хочется аж побыстрее и побольше. Ой. Такое ощущение, что как будто уровень другой. Не. Ну, что ты сделаешь? Можно было на зеленое не попадать. А жизни... Ага, здесь, получается, свои жизни. То есть, видите, они не бесконечные. Так что все, нужно аккуратно, а то иначе... Я тут застряну даже в этом выпуске. Ой. Как опасно. Здесь нужно искать все-таки хорошие пути, а не просто на бум как-то... Пытаться. Вот здесь я туда попал. Не. Двойные жетоны ни к чему не привели. Так, и... И красные тоже двигаются. Ничего себе, это уже сложно все. Ааа, ну как так, гляньте. Семнадцать процентов осталось. Четыре раза подряд проиграть, но, вы знаете, это, конечно, мрак. Так. Так. Так, нужно просто... Теперь уже... Совсем аккуратно все делать. С первые три жизни я потратил просто вообще... Я бы сказал... Ай, ну... Да. Если я сейчас проиграю, то дело в том, что... У меня жизни уже не будет. Мне вот это не нравится, что когда на зеленое попадаю... Платформа под низом открывается, и получается, ты как бы... До конца ж не знаешь, что там, ты смотришь на предыдущий этаж. Не хочу я зеленых. Я с ними не дружу. А ну-ка сюда. И здесь тоже двигаются. Что-то я уже как-то... Боя СК отношусь. Лучше я подожду, пока платформа... Продвинется и сюда вот. Блин. Как-то меня так немного в этом... На этом уровне осадили. Думал, совсем все просто будет. Так. 370 есть. Давайте расколдуем пол. Варианты. Ну, у нас такой, наверное... Первое будет все, да? Светленькое. Там надпись какая-то, через сунок точнее. Ну, уже был. А Карл. Получилось. Пол изменился. Вот видите, магия реальна. Разве бы во сне вам удалось совершить такое чудо? А Билл. Вы такие чудеса в касселуде каждый день творите. А новому полу непременно нужен новый ковер. Неужели Санта его не стелил? А еще как стелил. Такой ковер был. Ух. Когда явился Блэк Сноу и ступил на него, ковер обозвал его беспардонным существом. И в лес жить улетел. Хе-хе-хе. А вот потолок хитрее оказался. Задумал обрушиться на голову Блэк Сноу, когда тот не ждет. Но чудовище и его зачаровало. Живой потолок? Нет уж. Это слишком даже для сна. Я скорее в красивые потолки верю. А давайте этот расколдуем. И заодно постелим теплый ковер. Да, цены такие. Я уже, наверное, не успею. Что-то еще отдекорировать. С такими сложностями вот. Оно вроде как просто-просто. А потом начинаешь спешить. И вот. Получается, что. Совсем не просто. Так. Зелененький. Видите, вот он сейчас. Оп. Открывается. Но я просто видел, как он открывается. Фух. Ну вот здесь я прошел его. Теперь же это удивительно. Мне больше всего интересует, будут ли уровни повторяться. Потому что невозможно одно событие придумать там, блин. Тысячу уровней. Ах. Чуть-чуть не долетел вниз. Иначе пробил бы там все потом. Ох. Тоже чуть-чуть не долетел. Так. Вот раз. И оно открывается. Вот нужно это иметь в виду. Вот так. А. Фух. Тоже прошел. Ну, мало получаешь ваучеров, этих жетонов. Зато привыкаешь к игрушке. Так. Двести восемьдесят. Мне бы еще хотя бы пару уровней пройти. Не сильно хочется докупать много жизней. Ай. Промазал. Вот опять сейчас совершаю ту же ошибку. Пытаюсь сделать много. Ааа. Нет. Не получится. Блин. Видели. Ааа. Ну ладно. Так. Просто жизни уже нет. Вот из-за этого зелененького хотел проскочить побольше. И в итоге снова попал. Только начиная цепляться за какие-то эти большие цифры по жетонам сразу проигрываешь. Надо вообще забывать про это зеленое. Потому что вот только почти все проигрыши связаны с зеленым полем. Так. Еще уровень. И будет следующая декорация. Вот почему не писали. Ох. Отлично. Что типа опять поиграем в Нормедерс. Потому что там события новые интересные. Вот она действительно интересная. Так. так. Ну. Зелененькая. Ну. Тихо. И все. Сильно не рисковал. Спокойно собрал жетоны. Так. Ну что ж. Давайте. не умеет колдовать. Не умеет колдовать. Ну что-то я не вижу чтоб тут у нас увеличивалась беленькая. Ну просто мало счета попрошел. Ладно. Может еще. Получится. Что тут вообще на самом деле. Ох ты. Видели сколько. Пролететь получилось. На самом деле. Совсем все просто. Главное это не спешить. Ай. Я хотел вниз. Блин. Ну ладно. Вот поспешил. Я хотел пролететь вниз как бы. И уже вот. Намеревался. Сделать серию именно вот. И соответственно эта серия вот она меня и подставила. Я раньше чем нужно. Сместил. Мышку. Вот я же на эмуляторе играю. И зацепился. Получается за верхний этаж. Хотя мог бы. Если бы до низа пролететь. По идее. Я бы нижний слой пробил бы. Ну. Мне пятьсот. Пять тысяч монет насыпали за долгое отсутствие. Так что вот. Так и быть уже немного потрачу. Беемся. Так. Опять зелененькая. Ну что. Ай. Там красная. Не. Лучше я в другую сторону пройду. Получается зелененькая тоже конечно. И стратится. Зато жизнь останется. О. И вот сейчас бы опять на красное наткнулся. Если бы был бы невнимательный. Вообще мало. По сто восемьдесят. Этих жетонов. Но зато без приключений. По идее. Последние дни. Вот. В любом ремонте. У Playrix. Есть двойные. Вот эти вот. Медальки. Ваучеры. Может и здесь будет так. Так. Если двойные будут. То это я думаю. Реально туда пройти. В принципе и без двойных реально. Но с двойными как-то ну. Намного все можно сделать быстрее. И времени потратить да ну. Как бы. Сил меньше. Посмотрим. Я каждый раз так говорю. Каждый раз потом. Забрасываю все это дело. Но. Есть там конечно причины. В том числе и ваша поддержка. Больше поддерживайте свои. Ой. Чуть не упал. Любимые игры. Соответственно. Буду стараться больше их. Записывать и проходить. Мне допустим нравится. Игра. Это вот. Событие. Но. Если вашей поддержки нет. То я ж не буду его записывать. А. Вот. Заговорился. Задумался. И. Ой. Ой. Блин. Я тут вообще заговорился. И. Короче. Куда-то в прострацию улетел. А монеты даются эти уровни или нет? Наверное нет. Скорее всего. Смотрите. Зарабатывайте. В основном в сюжете. Да? Так. Хочу стены. О. Или потолок поменять. Давайте еще уровень пройду. Один. Или не один. Не знаю. Опа. Отлично. Как вот прям. А ну-ка. Оп. Ааа. Ааа. Нет. Не так. О. Вот. Можно было еще ниже пролететь. Ааа. Засада. Со всех сторон. Пропадают. Двойные. Жетончики. Чуть было не совершил ошибку. Хотел вот дернуться. По близкой траектории влево. Там бы красное под низом было. Поэтому я сместился вправо. Потратил впустую. Двойные. Жетоны. Зато. Жизнь осталась. Так. Это что у нас? Потолок. Да. Ну давайте. В таком же стиле сделаем. Конечно. Да. Потолок получился отменный. И даже не разговаривает. Но это наверняка потому что он попал в мой сон. И я привык к неудешевленным вещам. Карл. Потолок просто знает. Что вы хорошие люди. Поэтому молча радуется. При Санте он тоже немногословен был. Но радость его и без слов была ощутима. Ведь Санта творил в мастерской самые светлые и добрые чудеса. А потолок впитывал волшебство. Так. Ну что же друзья. На этом наверное наш выпуск сегодняшний завершен. Надеюсь вам понравился он и это событие. Прикольное. Классное. Доброе. Яркое. Красочное. Новое. Интересное. Много можно еще эпидотов придумывать. Кто его проходит в удачей. Кто не проходит. Постараюсь может быть записать его если будут двойные жетоны. В любом случае надеюсь на вашу поддержку. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Ну и оставайтесь с нами. Всем. Счастливых праздников. Нового года. Удачи в новом. До новых встреч. Пока пока.